КОНСТАНТИН ГЕНИЧ И давай пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. И смотрим на состав ЦСКА. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Мало кто помнит, а знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов в свое время поработал из футбольной команды армейцев. Так что Всеволод Бобров не единственный универсал в истории советского спорта. Игра началась, армейцы с мячом. Любопытно, какую тактику выбрали тренеры на эту встречу. Это может быть опасно. Андре Хан. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Подача на дальнюю штангу. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Георгий Щенников. Проходит передача. Что он придумает? Забивать нужно! Вот так и нужно играть в обороне. Отличный удар. Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Загоев. Решил пробить. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Шарка у ворот. Это угловой. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Александр Головин. Опасно! Ложатся они под мяч. Лишь бы не было гола. Товарищ Лайнсман. А вы уверены, что вне игры все-таки было? А неплохо игрок разобрался. Аарон Хант. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Андре Хант. Пока неплохо. Головин. И с мячом он идет вперед. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Армейцы в атаке. Нет, не дошел этот пас до адреса. Он накручивает соперников. Игрок поспешил, залез вовсе. Отличная была возможность для результативной атаки. Но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Аарон Хант. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Георгий Щенник. Щенник. Вот это удар! Есть гол! Отлично сыграно! Все логично. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивления со стороны соперников. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Итак, мяч на центральной отметке. ЦСКА впереди. Эгдаль. Андре Хан. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Момент для удара. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на загляденье. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Эгдаль. Будет штрафной удар. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Армейцы атакуют. Алан загонит. Удар. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Мяч за боковой линией. Эгдаль. Арон Хан. С мячом вперед он идет. Андре Хан. Он бьет. Прекрасный гол. Какой-нибудь диванный эксперт скажет, что вот нет ничего особенного в этом ударе. Ну, закрутил, подумаешь. Ну, мало так закрутить. Надо же еще и исполнить технически этот удар. И вот футболисту это замечательно удалось. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Надход. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Хороший пас на ход. Мамеет! Забивай! Ну и решет. Это удар. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже 2 мяча. Совсем немного не хватило вратарю, чтобы отразить этот удар. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Тем временем у нас 3-1. Эгдаль. Аарон Хант. Посмотрим за этой атакой. Головин! Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Накрывают его прессингом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Опускается глубже в поисках мяча. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. По итогам первого тайма можно покачать головой. И удивиться, что это значит 3-1. Есть шансы у проигрывающей команды или нет? Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит пол-дела сделано. Команда готова, тренерские установки получены. Можно начинать. Защита надежно играет, мяч отобран. Вернблум. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Надхо. Отлично сыграно, надо решать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Сакай. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Онтус в Вернблум. Алан Загоев. Щенник. Арон Хан. Андре Хан. Пока неплохо. Басин здорово сориентировался. Здесь он попадает под при... Был фолк, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Ревут трибуны. Покидает поле. Наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Арон Хан. Армейцы отобрали мяч. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тут может что-то получиться. Холмей. Для вратаря такие удары разминут. Пошли последние полчаса игры. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Им позарез нужно забить. Так что это тактическая замена абсолютно опасна. Правда. Пас головой. Атака продолжается. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Холмей. Легко справляется вратарь с угрозой. Загой. Ставит корпус, укрывает мяч. Мяч у защитника он сыграл надежно. Васян здорово сориентировался. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасная атака. Эгдаль. Решил пробить. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Свежий игрок выходит на поле УЦСК. Вернблум. Основное время истекает через 20 минут. Эгдаль. Юис Холдбюк. Алан Загой. Это может быть опасно. Как же неудачно сыграно. Потеря мяча в непосредственной близости от своих ворот. Теперь надо отбиваться. Ставит корпус. Не расстается с мячом. Надхо. Алан Загой. Подача. Чей мяч будет? Армейцы атакуют. Фернанкс. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Вот это удар! И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече. Если бы не вратарь. Но не думаю, что форвард на этом успокоится. И будет искать свои шансы. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить напора, страсти, скорость. В центре штрафной подан мяч с углового. Лансикан показывает на угол поля. Будет подача. И не розыгрыш. Пока что у него не все получается. Не идет у него игра. Смотрим на график его касаний. Все очень скудно и уныло. Такой игрой вряд ли что-то можно обострить. И хоть как-то напрячь защитников и вратаря. А это минимум, который должен делать нападающий. Подали мяч с угловой. Игнашевич! Нет, так его не пробить. Сакай. Почти подошли к воротам. Но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Фернандес. Да, в данном эпизоде техники явно не хватило. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Питер назначает штрафную. Тут может что-то получиться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И разрезающий пас на ход. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Как же так? Вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы. Вот только точности этому удару не хватило. Судья добавляет три минуты. Эгдаль. Блестящий от сыграл. Теперь надо... Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Филипп Костич. Отличный сейв. Еще недавно казалось, что поражение неизбежно. Но после этого гола все может измениться. Осталось забить всего один. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. А вот еще один повтор. На этот раз другого Раковса. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Марио Фернандес. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Практически всю игру команда искала счастье у чужих ворот. И, похоже, соперник не до конца был к этому готов. Ну, знаешь, когда на тебя так неожиданно и эффектно нападают, конечно, можно и растеряться. Что в итоге и произошло. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Ну, по объему работы, по объему активных действий я бы, безусловно, назвал его самым ценным игроком матча. И гол на его счету, и моментов много было создано с его участием. Сыграл он действительно классно. Вот это удар. Монет для удара. С мячом вперед он идет. Андрехан. Он бьет. Прекрасный гол. Момент. Забивай. Ну и решает. Это удар. 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 Видит игрока впереди и отдает бас на ход. Филипп Костич. Отличный сейв. Филипп Костич. 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 Продолжение следует...